В этом месте на улице Пластунска не только трудно проехать из-за припаркованных по обеим сторонам дороги автомобилем, но и сложно пройти пешеходам. И проблема очевидна, говорят местные жители. В свое время горе-коммерсанты незаконно захватили часть тротуаров, а некоторые решили, что и остановка – место для торговли. Это остановка. И вот это все нужно снести. Почему здесь? Это само, ну как на остановке взяли и построили. Так? Забрали у остановки часть. На противоположной стороне дороги уже часть таких незаконных строений снесли, но оказалось не до конца. Кое-где остался фундамент. Нарушители теперь ждут в администрации города на серьезный разговор. По просьбе местных жителей на этом месте в ближайшее время сделают благоустроенную остановку заездным карманом для автобусов, улучшив тем самым дорожную обстановку в этой части улицы Пластунской. Во время общения с главой жителей микрорайона обратили внимание на отсутствие рабочего кабинета участкового. Участкового главного нашего помощника нету возможности, ни малейшей комнатки. А у вас здесь давайте решим, у вас здесь нет помещения? Ни малейшей. Здесь на микрорайоне нет. Здесь комната должна быть, они хотя бы когда приходят, им же где-то надо хоть присесть, протокол составить. Раньше здесь было помещение, но это было частное. Поезжай к Примакову и скажи, что я дал команду рассмотреть этот вопрос для полиции. После общения с жителями микрорайона глава города прошелся по некоторым улицам микрорайона. Увиденным городоначальник остался недоволен. Некоторые коммерческие постройки так и не приведены к единому архитектурному облику. Далека от идеального состояния и прилегающая территория. Вы не читали правила благоустройства? Нет? Ну что это такое? Так же не делается. Вам надо почитать, а то вот если бы я был главой района, я бы вам за это уже штраф выписал. Больше всего нареканий во время обхода были к торговым предприятиям, особенно к рынкам, строительному и продуктовому. На исправление всех недочетов глава города отвел неделю. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.